Здравствуйте, меня зовут Александра Побегущая и я ваш персональный трейлер. Мы находимся в фитнес-клубе Радужный для того, чтобы максимально качественно и эффективно подготовить себя к лету. Сегодня мы начнем с, пожалуй, самой волнующей и пикантной части тела ягодичных мышц. Ягодичные мышцы относятся к задней поверхности бедра и они отвечают за разгибание туловища, отведение ноги назад и в стороны. Это важно понимать для того, чтобы качественно проработать свои ягодичные мышцы и правильно, грамотно подобрать тренировочный комплекс. Разберем с вами мой личный топ упражнений для сладких булочек. Тренировка всегда начинается с разминки. Я уже побывала на кардио и приступаю к экстенциям с акцентом на мои ягодичные мышцы. Регулируем высоту тренажера. Таз не должен прилегать к сидушке. Спину мы слегка округляем. Это даст нам возможность переместить полноценную нагрузку с поясницы на наши ягодицы. Сгибаем туловище на вдохе и медленно разгибаем на выдохе. Важно максимально почувствовать ягодицы. Не спешите, следите за вашим дыханием и не поднимайтесь слишком высоко. Присед всему голова. Мы будем приседать со штангой. Широкая стойка даст нам акцент на внутреннюю поверхность бедер. Самыми главными моментами всегда будут колени. Помните, они не должны выходить за линию носка и спина. Она должна сохранять свой прогизм. Приседание – это очень сложное, многосуставное, базовое упражнение, особенно со штангой. Жим ногами. Для правильного выполнения упражнения нам нужно помнить всего про два основных правила. Колени не разгибаются полностью в верхней точке амплитуды, чтобы не травмировать наш коленный сустав. И таз, который не отрывается от полотна в нижней точке. Есть много разных постановок ног. Мой выбор падает на перекаты в узкой стойке. Огромный плюс тренажера в том, что тут отсутствует нагрузка на позвоночник. То есть вы можете проработать ноги качественно, без угрозы травм спины. Это при условии правильной техники. Выпады в смите. Это формирующее упражнение для ног и ягодиц. Сам выпад можно поделить на четыре фазы. Шаг, присед, подъем и приставной шаг. Опять же смотрим на наши колени. Не грузим их и не выводим за линию носка. Угол в колене должен оставаться 90 градусов. Это очень важно. Ножку мы заводим достаточно далеко. А сам таз должен быть четко под штампой. Толкаем себя вверх только носком. Это заставит работать на подъеме заднюю поверхность как одной ноги, так и второй. Мертвая тяга. Мы делаем ее не спеша. Ноги ставим в низкую столь. Спина ровная и прогнутая. Такое у нас дается все упражнение. Мы наклоняемся медленно вниз и поднимаемся в таком же темпе. При наклоне у нас задеваются колени только за счет отведения таза назад. И наклоняемся мы низко до середины голени. На выдохе встаем и в верхней точке поджимаем ягодицы. Сгибание лежа. Ложимся в тренажер. И для того, чтобы проработать тут не только бицепс бедра, но и ягодицы, даем им максимальное напряжение. Носки натянуты на себя и мы не просто сгибаем на выдохе, но и поднимаем колени. Делаем небольшую паузу вверху. И на вдохе не спеша опускаем. Разгибаем ноги, но не полностью. Помните, задняя поверхность бедра всегда должна быть в напряжении. Как вы видите, нет ничего невозможного. Это далеко не весь список упражнений для красивой попы. Главное, прорабатывать каждое упражнение качественно и безопасно. Если у вас что-то не получается, обратитесь к специалисту. С вами была Александра Побегущая и я жду вас у меня на тренировке.